Привет! С вами Краткая История. Вы знали, что сегодня люди спят гораздо меньше, чем в 18 веке. И дело не в том, что эволюция сделала нас трудолюбивее и более энергосберегающими. Проблема была в освещении. Обычно, когда темнело, делать становилось нечего, кроме как лечь спать в ожидании нового дня. Люди постоянно находились в полумраке. Плюс ко всему, спички-то появились в середине 19 века, и не серные, к которым мы все привыкли, а фосфорные, которые люди использовали, чтобы покончить с жизнью. Изменилось все с появлением электричества. Как же это произошло? Мы расскажем вам после того, как вы проверите, работают ли ваши блага цивилизации, и беспрепетственно подпишитесь на наш канал, не забыв нажать на колокольчик. Все работает? Отлично! Тогда не забудьте заземлиться. Мы начинаем! Необходимо понимать, что никто электричество не изобретал. О его существовании люди догадывались еще с древних времен. Например, древнегреческий ученый Фалес Милецкий, тот самый, который придумал названную в честь него теорему, веселящее не одно поколение школьников, обнаружил, что если потереть янтарь, а шерсть, он начинает притягивать различные мелкие частицы, а иногда и вообще можно увидеть крохотные молнии. Само слово «электрон» на древнегреческом как раз означает именно янтарь. С этих экспериментов и началось приручение электричества. Первая в мире найденная батарейка относится еще к древней Парфи и хранится сегодня в Иракском музее. Представляет она собой глиняный сосуд с пробкой из асфальта. Сквозь пробку проходил железный стержень, опущенный в медный цилиндр внутри сосуда. Считается, что если наполнить такой сосуд электролитным раствором, то медный цилиндр будет давать напряжение от 0,5 до 2 вольт. Впрочем, неизвестно, для чего именно использовалась эта батарейка на самом деле. Факт того, что это устройство может давать ток, не значит, что оно изначально для этого предназначалось. В средние века как-то было недоэлектричество. Все, в принципе, все понимали. Молнии – это гнев божий. Янтарем по порткам елозит нечего. Еще дырку протрешь. И вообще, пора уже молиться и работать. А то 17 лет скоро. Считай, полжизни прожито. Скоро третьего надо рожать. Зато к 17 веку начали появляться мысли, что электричество и магнетизм как-то связаны. Эту идею стали реализовывать многочисленные ученые и шарлатаны. Правда, подход у них был больше мистический, чем научный. Магнетизм связывали с гипнозом. Он, кстати, так тогда и назывался – природный магнетизм. Именно от этого пришло клише гипнотизеров с раскачиванием маятника перед глазами. А вот в 18 веке началось торжество вольнодумства. В опытах с электричеством прославился американский изобретатель и политический деятель Бенджамин Франклин. Личность поистине выдающаяся. Он активно принимал участие в становлении молодого независимого государства. И единственный не президент удостоился чести попасть на купюру. Да еще и самую популярную – 100 долларов. Помимо всего прочего, Франклин доказал, что молния – это тоже электричество. Для этого он запустил воздушного змея с привязанным к нему железным ключом в грозу, предварительно заземлившись. Опыт был невероятно опасен. Буквально в эти же годы при попытке провернуть то же самое погиб незаземлившийся российский ученый Георг Рихман. В Италии к концу 18 века шла своя драма. Врач Луиджи Гальвани, препарируя лягушку, случайно обнаружил, что лапка мертвого создания дрыгается как живая от накопившегося в его скальпеле статического электричества. «Оказывается, электричество живет и в живых организмах», – осенила доктора. И он всецело отдался изучению биоэлектричества. Правда, в итоге ушел немного не туда, заявив, что человеческое тело само генерирует электричество, которое накапливается в мышцах и разряжается по приказу мозга. С этим яростно спорил физик Алессандро Вольта, утверждая, что электричество имеет только неживое металлическое происхождение. Решил их спор оккупировавший Италию Наполеон. Вольта впечатлил императора своей полумистической презентацией изобретения под названием «электрический столб», и физика на долгие годы получила технократический вектор развития. Хотя время показало, что Гальвани был не так уж не прав. К слову, настоящей популярностью своего времени пользовались не спорящие друг с другом ученые, а племянник Гальвани Джованни Альдини, который здраво рассудил, что наука должна служить и, желательно, ему. Используя дядюшкины наработки, он ездил по Европе, показывая занимательные опыты с мертвецами. Подключая к трупам ток, он заставлял отрубленные головы открывать глаза и гримасничать, а тела задорно танцевать. Джованни имел невероятную популярность и способствовал популяризации электричества. Им стали больше интересоваться. Фантасты писали книги про невероятное будущее с полностью электрифицированными городами. В девятнадцатом веке с электричеством уже вовсю шли эксперименты. Тогда появились первые дуговые лампы. В них для освещения использовалась электрическая дуга, образовывающаяся в воздухе между двух электронов. Светили они ярко, но для дома не подходили. Кстати, увидеть их вы можете и сегодня. Достаточно посмотреть на любую неоновую вывеску. Российский изобретатель Павел Яблочков создал свою лампу для дома. Увы, работала она всего полтора часа, затем перегорала. За это ее назвали «Свеча Яблочкова». Однажды сельский учитель Генри Джозеф, собираясь учениками магниты, изобрел электрический телеграф. А художник Сэмуэль Морзе, запатентовавший для телеграфа свою азбуку, окончательно изменил мир, культуру и стиль жизни. Теперь для информации больше не было расстояния. Она стала доступна в любой точке мира. Более того, из-за этого странам и городам пришлось свести свои часы в единый формат. Ведь раньше утро отсчитывали с восхода солнца. А потом в мир электричества ворвался Томас Альва Эдисон. Родился он в 1847 в небольшом американском городке. Особых успехов в учебе он не показывал и вообще считался туповатым. Но, скорее всего, это было потому, что в детстве, переболев скарлатиной, парень практически полностью оглох. Он продавал леденцы, газеты, овощи, но довольно быстро начал нанимать вместо себя других мальчишек, а сам занимался только логистикой. Однажды Эдисон вытащил из-под колес поезда трехлетнего сына железнодорожного телеграфиста. Благодарный отец устроил Томаса к себе на телеграф. Тот перевелся в ночную смену, ведь ночью мало кто посылает сообщения. Чтобы сотрудники не спали на месте, они должны были раз в пару часов телеграфировать, что бодрствуют. Томас решил эту проблему, создав автоответчик с таймером. Вообще, Эдисон считал, что техника должна упрощать жизнь любого человека, а не только элиты. Поэтому он создал ленту, переводившую непонятную азбуку Морзе в слова. Позже он создал четырехлинейный телеграф, который у него купили за 10 тысяч долларов. И понял, что заниматься надо именно коммерческим изобретательством. Он переехал в Нью-Джерси и создал конструкторское бюро. Набрал молодых и амбициозных людей, чтобы те изобретали все, что смогут изобрести. Эдисон всецело поощрял их, но требовал результаты, которые можно продать, и активно патентовал все подряд. Многие открытия были вообще сделаны по ошибке. Например, фонограф. Вообще, чуть больше про Эдисона, фонограф и телефон вы можете узнать в одном из наших первых выпусков. Эдисон верил, что лампы накаливания имеют огромный потенциал. Он собрал все, что было разработано до него, и заставил своих ученых работать с этим. Путем слепых проб и ошибок они обнаружили, что обработанное волокно японского бамбука при правильной обработке может гореть с помощью электричества до 100 часов. Так и появилась лампочка Эдисона. Ученый мечтал, чтобы они были в каждом доме, и всецело продвигал электрификацию. А созданная им компания General Electric является электрическим гигантом и по сей день. Именно туда и пришел работать молодой, подающий надежды серб из Австро-Венгрии Никола Тесла. Тесла, родившийся в семье священника, очень интересовался электричеством. Когда ему предложили контракт, он уже успел поработать телеграфистом, поездить по Европе и позаниматься конструированием электродвигателей. От работав на Эдисона полгода, Тесла уволился со скандалом из-за обещанной и невыданной огромной премии. Первый год его безработной жизни был очень тяжелым. Никола жил под мостом и питался, чем придется. Но потом он смог обратить на себя внимание паровозного магната Джорджа Вестингауза, заинтересовав его таким явлением, как переменный ток. Идея так понравилась Вестингаузу, что он без лишних разговоров дал Тесле 60 тысяч долларов. Несколько миллионов, если считать сегодня. И оказал максимальную поддержку в популяризации его идей и поиске новых вкладчиков из своих знакомых миллионеров. Если вдруг вы не поняли судьбоносность этой встречи, Вестингауз Электрик сегодня единственный серьезный конкурент нашего Росатома. Эдисон же верил, что переменный ток, конечно, штука интересная, но будущее за постоянным. А поскольку именно в те годы решалась судьба мировой электрификации, началась Великая война токов. Преимущество переменного тока было в том, что он изменялся с течением времени по направлению. А вот постоянный далеко протянуть было нельзя. Плюс электросеть 19 века в принципе была тем еще големом. Разные приборы требовали разного напряжения. Это сегодня все по одному стандарту в 220 вольт. Эдисон же хотел, чтобы везде стояли его генераторы. Несмотря ни на что, он не сдавался и устроил масштабную акцию черного пиара против Теслы, рассказывая, сколь опасен переменный ток, и однажды даже убил им слона. Тем временем Тесла с Вестингаузом всецело продвигали свою идею. Они осветили всемирную выставку в Чикаго так, что там стало светло, как днем. Эдисон подмазывался к правительству и лоббировал электрический стул. Вестингауз заявлял, что электричество – это прекрасная сила, которую он ни за что не пустит во зло. Тогда один из помощников Эдисона купил генератор Теслы и использовал его для казни, к тому же сильно увеличив силу тока, чтобы все прошло веселее. Вестингауз в итоге грустно сказал, что лучше бы воспользовались топором. Тесла активно пиарил себя, показывая различные фокусы и выпускал серию странных фотографий. В итоге он построил известную башню Теслы, с помощью которой планировал передавать электричество без проводов на другие континенты. Такая идея не понравилась людям, которые активно вкладывали в него деньги, и Тесла лишился финансирования. Башня попугала еще какое-то время местных, как сегодня это делают в глубинках вышки 5G, а в Первую мировую ее взорвали, сославшись на то, что ей пользуются вражеские шпионы. В 30-е годы Тесла жил достаточно затворнической жизнью и в итоге попал под машину. Но война токов длилась еще долго, окончательно закончившись лишь в 2007 году, когда в Нью-Йорке торжественно перерезали последний провод постоянного тока под аккомпанемент вращающегося в гробу Эдисона. На этом мы прощаемся с вами. Надеемся, вам понравился наш выпуск. Ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение, а также историю кого или чего вы бы хотели узнать. С вами была Краткая История. До новых встреч!